Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программа Артефакты. С вами Екатерина Славянская. Играет русская гармонь. В школе-интернате народного искусства для одаренных детей имени Захарченко прошел концерт учащихся отделения народных инструментов. Посвятили его 60-летию творческой деятельности преподавателя, заслуженного работника культуры Кубани, отличника народного просвещения Леонида Шапошника. Открыл концертную программу оркестр русских народных инструментов под руководством Федорова. В программу вошли обработки народных песен, классических произведений и авторские сочинения. Спустя 80 лет он остается одним из главных кумиров 20 века, уступая первую строчку рейтинга лишь Юрию Гагарину. Если представить себе масштаб подвига первого космонавта, то можно осознать величину популярности Владимира Высоцкого. Он не был избалован большими концертными залами и чаще всего выступал на квартирниках. Именно такую обстановку и постарались создать организаторы вечера, который прошел в библиотеке имени Пушкина в честь 80-летия со дня рождения великого музыканта. Здесь полон неравнина, здесь лимон теной, идет куларина одназадная, и здесь за камнепадом идет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опозны, как военная трава. Это история искусства нашей страны. То есть, по мнению абсолютного большинства россиян, Высоцкий – это одно из важнейших культурных явлений 20-го века. Он действительно такая феноменальная популярность. До сих пор у нас никто, ни один творческий какой-то лидер, никакая личность творческая не может похвастаться. Потому что до сих пор уже выросло поколение, которое родилось после его смерти, уже у них выросли дети, а 98% россиян знают, кто такой Владимир Высоцкий. Невероятная энергетика, для которой будет мало любого пространства. Озаряя солнечным теплом и безудержным драйвом, она поет самые яркие и чувственные композиции. Певица Лейла и ее музыканты – это коллектив, уже успевший завоевать сердца любителей искреннего и эмоционального исполнения. Волна захлестывает снаружи и пробирается в самые глубины души. Заставляет не только подпевать, но и вместе с группой проникаться каждым словом и каждой нотой. Секрет успеха, как отметила солистка, в единении коллектива и в кладе каждого участника. Каждый человек внедряет свой цвет, вкус песни. И мы наконец-таки нашли то звучание, которое для нас сейчас особо является таким трогательным. Древний инструмент услышат краснодарцы. В Краевой столице пройдет специальный концерт этноперкуссии с участием известного музыканта Кирилла Ошерова. И сегодня у нас в гостях организатор вечера Константин Бут. У него и узнаем все подробности. Здравствуйте, Константин. Расскажите, пожалуйста, что же это будет за концерт такой и что за инструмент услышат краснодарцы? Во-первых, это будет концерт особого рода в том плане, что здесь будут барабаны. Человек привезет с собой целую установку, собранную из различных барабанов со всего мира. Там будет и ханг, и различные виды ручной перкуссии. И главный изюм вечера это персидский барабан Том Бак. Ух ты. Вообще, в принципе, как вы об этом артисте узнали и сложно ли было договариваться? Ведь считается, что он один из лучших перкуссионистов в стране. Договариваться легко, потому что мы на одной волне. Мы делаем общее дело, мы несем людям позитивные вибрации в виде древней музыки в современном исполнении. Здесь и сейчас мы продолжаем вкладывать свой вклад в старые инструменты, даем им новую жизнь, даем этой музыке свое дыхание. И она продолжает развиваться и по сей день сквозь века. Договариваться легко, созвонились, списались и все. А особенности этих инструментов? Расскажите подробнее немножко. Особенности это длительная непрерывная традиция. То есть на этих инструментах люди практикуют очень много лет и этот процесс идет уже давно. Особенность в том, что этот процесс сейчас происходит вливание современной музыки, современных ритмов. И поэтому старое начинает играть новыми красками. Вообще, в принципе, уже на протяжении длительного времени вы проводите так называемый этно-джем. Вот расскажите подробнее для непосвященных, что же это такое, что за вечера. Этно-джем это музыкальный вечер, где можно прийти со своим инструментом или без инструмента. И либо поиграть с теми, кто уже выступает, либо просто насладиться хорошей живой музыкой в душевной компании. Вечер безалкогольный. Можно приходить с детьми, при условии, что они, конечно, воспитанные и не шумят, когда выступают люди. На вечере работает чайная, работает продуктовая лавка. Можно купить этно-сувениры. Есть у нас различные партнеры, которые приходят на мини-ярмарку. Собирается много народу и происходит серия мини-концертов, танцевальные выступления. И начинаем вечером, заканчиваем в полночь. Идет долго, в пятницу, каждую последнюю пятницу вечера. И на этно-джем, лично у меня такое новшество, я приглашаю специальных гостей. Это музыканты, которые приходят с сольными номерами и дают мини-концерт. Также Кирилл Ошеров. Изначально я с ним тоже говорил, как с музыкантом, для мероприятий. Но потом стало понятно, что это большой человек, для которого нужен большой концерт. Поэтому это будет большой концерт этнической перкуссии. И мастер-класс на следующий день. Ну, я знаю, что вы тоже, скажем так, участвуете в этих этно-джемах. В каждом. Да. И освоили несколько инструментов. Расскажите подробнее. Диджериду, как минимум. Диджериду, ручная перкуссия, то есть это африканский барабан джембе. Это шейкеры, различные погремучести, я их называю. То есть это все ручная перкуссия, которая создает шумовое наполнение. Вклад вроде бы небольшой, но с этой перкуссией и без нее разница очень ощутима в треке. То есть когда появляется заполняющий звук перкуссии, композиция приобретает пульсацию, приобретает мясо. А как появилась любовь вот к этим этническим музыкальным инструментам? Слушал музыку различную. Просто я меломан по своей природе. И этническая музыка однажды отозвалась. Сходил на один концерт, на другой, на третий. Потом купил себе джембе, африканский барабан. Потом диджериду, потом варган и понеслось. Ничего себе. А сложно ли было осваивать эти музыкальные инструменты? Какие-то сложно, какие-то не диджериду сложно осваивать было мне. Ну потому что я человек вспыльчивый, импульсивный. И я всегда гоню. А там нужно очень планомерно, не спеша подходить. Я всегда своим ученикам говорю, не спешите, не спешите. Еще раз не спешите. Мне основано на дыхании, наверное, очень хорошее должно быть дыхание на тренировку. Не обязательно. Не обязательно? Чисто техника. Это вот как с подтягиванием на турнике, когда делается выход на две руки. Там же дело не в силе, а в технике. То есть силу нужна буквально вот, ну чуть-чуть, чтобы понимать свою тушку. А дальше нужна уже техника и понимание инерции. Так же и здесь. Нужно понимать свое дыхание и понимать, как работает инструмент. Это все очень просто. Я освоил-то за неделю, но потому что я упорно бился, мог освоить и за день. А у меня есть ученики, которые осваивают это за пару суток. Ух ты. То есть циркулярное дыхание. Многие бьются месяцами и ничего. Дело просто в ошибках, которые мы делаем, и одними не работаем. Если работаем, все здорово. А как ваша жизнь, может быть, изменилась с появлением этих музыкальных инструментов? Если вот есть такие пунктики, да? Очень эмоциональный человек стал как-то себя сдерживать. Может быть, это проявилось и в обычной жизни как-то? Конечно. Жизнь изменилась конкретно. Просто есть такие вещи, которые, придя в твою жизнь, уже полностью ты уже не будешь прежним. То есть они тебя меняют бесповоротно, безапелляционно. Так случилось с этно-музыкой, так случается с этническими барабанами. То есть когда человек начинает использовать этнический барабан, играть на нем, он начинает развивать свое чувство ритма. Организм начинает работать в совсем другом режиме. Когда ты практикуешь, ты находишься в ритме. И ты выпадаешь из текущей действительности. Это хорошее средство от стресса. Это прекрасное средство для развития своего мозга. Потому что чувство ритма напрямую развивает нашу думалку. Хорошо. Сложно ли было начинать такие вечера проводить, этно-джемы? Может быть, музыкантов сложно было собрать? Как вообще с этим обстояли дела? У меня не было сложно. Просто я всегда по своей природе очень много общаюсь с людьми. У меня много друзей. С этого все началось. Я звал друзей. Мы вместе играли. Сначала сами по квартирам, потом по паркам летом, потом по горам. Все остальное время года. А потом в городе захотелось собрать больше. Потому что зима, никто в горы не выбрался. И мне предложили, а давай собери джем. Я позвал людей в чайную. Это была среда. Собралось много барабанщиков. В чайную вообще прокачали. Соседи не одобрили. Мне сказали, Костя, хватит. Не надо такого больше у нас вечером. Нас закроют. Я потом, когда Шардам появился в моей жизни, как мое пространство. Театр любителей и театра. Да, театр любителей и театр Шардам, где я один из деятелей. То было предложение, а почему бы не в Шардаме? Почему? Давайте. И понеслось. Спасибо огромное, что сегодня рассказали об этом. Может быть, кто-то действительно изменит свою жизнь и привнесет в нее вот такие вот нотки этнические. Непременно. Спасибо большое. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь с нами на телеканале Кубань24. Кубань24.